В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. В Самаре продолжается предварительное народное голосование. Оно определит кандидатов от партии «Единая Россия», которая в дальнейшем представит ее на выборах в сентябре этого года. Своих депутатов выбрали и в промышленном районе. В бюллетенях предварительного голосования по всем 20 округам 125 человек. Большинство из них хорошо знакомы с проблемами горожан. Еще задолго до голосования они прошли буквально каждый двор своего округа и пообщались с жителями о насущных проблемах. Уже сделали тот срез проблем, который уже жители нам уже сказали, и делаем уже социальную карту нашего микрорайона. В этой карте указано, какие проблемы, какие у нас есть хорошие детские площадки, дороги, ЖКХ, соответственно, и что мы в ближайшее время собираемся уже делать. У нас на них большая надежда. Жители будут обращаться ко мне, как к старшую по дому, а я уже к общественному совету и будут доводить конкретные вопросы уже до результата. На днях в Самаре стартует избирательная кампания. Победители предварительного народного голосования, которое уже завершилось почти во всех районах города, получат право агитировать жителей и продвигать свою предвыборную программу. На выборах, которые состоятся 13 сентября, избиратели ждут нововведения. Проголосовать досрочно горожане смогут прямо на своих участках, а не в территориальных избирательных комиссиях. Условия изменятся и для кандидатов. Согласно новому закону, будущий депутат должен предупредить о наличии судимости, даже если она погашена. Раньше погашенная судимость не являлась препятствием к вершинам власти. Теперь, независимо от того, снята судимость, погашена ли она, она обязательно должна быть указана в заявлении и доведена до избирателей. То есть, если кандидат будет скрывать этот факт своей судимости, то при выявлении этого, а выявляться это будет очень просто, все избирательные комиссии в обязательном порядке отправит свои запросы в ГВД области. И если информационный центр ГВД области выдаст, что кандидат скрывает свою судимость, то это основание для отказа в регистрации и снятия с выборов. Напомню, по результатам выборов представлять интересы жителей в районных советах будут 284 депутата. Половина по одномандатным игрокам, половина по партийным спискам. Освещение, благоустройство территории и строительство детских площадок – самые острые вопросы, которые требуют немедленного решения в поселке Прибрежный. В рамках проекта «На связи с губернатором» активные жители поселка встретились с представителями общественного совета, чтобы совместными усилиями решить все наболевшие проблемы. На встрече общественников с жителями побывала и наша съемочная группа. Собираясь на встречу с представителями общественного совета, жители Прибрежного четко знают, о каких проблемах пойдет речь. Старший по дому номер два по улице Прибрежная Владимир Горбунов уже долгое время пытается добиться благоустройства своего двора. Во время ремонта ГДК «Пламя» от их дома был протянут водопровод. Яму раскопали, проложили коммуникации, затем засыпали. Теперь грунт, оставшийся после работ, осыпается вниз, представляя угрозу для жителей квартир, расположенных на цокольном этаже дома. Откосы не сделали. То есть у нас уклон большой, песок всыпается. В дальнейшем он просто засыпет даже вход в подъезд. Вот этот вопрос у нас уже, как бы сказать, почти год. Нам надо сделать ограждение, то есть чтобы песок не липался. Стучись, и ты услышан будешь. Я думаю, так, наверное. То есть надеемся на лучшее. На встречах в рамках проекта «На связи с губернатором» люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и найти пути его решения. В состав общественного совета поселка Прибрежный входят 15 человек. Всего же здесь проживает около 12 тысяч жителей. Общественники решили, чтобы подходить к решению вопросов благоустройства грамотно, знать, что из кого спрашивать, требуется консультация юриста. Мы определились, что вторую среду месяца юрист будет работать специально для жителей поселка по тем вопросам, направленности по благоустройству и комфорту жизни, значит, и по всем вопросам, которые хотят задавать. Главное, уверены общественники, не сидеть сложа руки, дожидаясь у моря погоды, рассказывать о проблемах по мере их поступления и искать пути их решения совместными усилиями жителей и общественных советов. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Почти на 10 процентов с 1 июля в Самарской области вырастут цены на коммунальные услуги. Рост тарифов ЖКХ значительно скажется на бюджете жителей губернии, хотя считается умеренным по сравнению с другими регионами России. Стоимость тепла и электроэнергии увеличится почти на 9 процентов, воды на 11 процентов, газа на 7,5 процентов. По словам специалистов, плановое повышение тарифов связано с изменениями на рынке ЖКХ. Основной причиной роста тарифов является повышение цен на энергоресурсы, величина которой формируется на федеральном уровне. Это цена газа для поставщика в Газпром, оптовая цена на электрическую энергию. По оценке именно эконом развития России это 15-й год порядка 10 процентов. В некоторых муниципалитетах тарифы могут взлететь почти на 12 процентов. В этом случае жителям должны компенсировать средства на численные сверх нормы. В этом году в законодательстве произошли изменения, согласно которым организации, неправильно рассчитавшие жителям плату за коммунальные услуги, обязаны сделать перерасчет и заплатить потребителю штраф. Цены на ЖКХ растут, и надо бы понимать, за что платят горожане. Сейчас в Самарской области насчитывается более 200 организаций, получивших право управлять многоквартирными домами. Компании прошли лицензирование, которое с этого года стало обязательной процедурой для управляющих организаций. Еще около полутора десятков компаний разрешающих документов не получили. Столько же смогли доказать свою надежность только со второго раза. Управляющие организации, подавшие заявление на лицензирование до 1 апреля, получили разрешающий документ, в котором указан список подведомственных домов. Остальным компаниям выдали нулевые лицензии. Теперь организации обязаны подтвердить свое право обслуживать многоквартирные дома. Подтвердить они могут путем либо решения собрания собственников, может подтвердить право, что до данного париж компании их устраивает во всех отношениях, они хотят с них продолжать договорные отношения. Либо такая управляющая организация может поучаствовать в тех открытых конкурсах, которые проводят органы местного управления, по тому жилищному фонду, которые ко сне прошли лицензированные с первого захода, и выиграть этот конкурс. И по итогам этого конкурса уже данные дома будут включены в реестр лицензии. Сотрудники госжилинспекции будут тщательно контролировать качество работы управляющих организаций. За услуги, предоставленные ненадлежащим образом, компании рискуют остаться без лицензии и потерять право управлять домами. Муниципальная турбаза на правом берегу Волги в Национальном парке Самарской Лука стала эпицентром судебных тяжб. В планах городской администрации модернизировать турбазу и создать здесь комфортную зону для отдыха самарцев. Как сегодня выглядит турбаза, проверили представители Общероссийского народного фронта. Правый берег Волги и 10-метровые сосны наполняют воздух целебными фитонцидами. Первых отдыхающих за Волжской приняла еще 30 лет назад. Недавно городская администрация начала восстановление турбазы. На первом этапе обновили летние домики. Однако имущественный вопрос затормозил этот процесс. Земельный участок, на котором расположена турбаза, является собственностью города. Право на нее муниципалитет вынужден доказывать в ходе затянувшихся судебных разбирательств. Эти домики взялись на основании модернизации старых домов, которые остались с Советского, скажем так, Союза по наследству. Как только, скажем так, закончат судебные препирательства и будет возможность эксплуатировать данный земельный участок, как базу воздуха и данные строения, я думаю, что горожане сюда будут приезжать. Привлекательные 2,5 гектара соснового леса в поле интересов и некой компании «Солнечный берег». Фирма пыталась арендовать эту землю у национального парка «Самарская лука». И хотя бывшая турбаза находится в границах Самарской луки, нацпарку она не принадлежит. Теперь в судебном порядке истцы пытаются признать территорию муниципальной турбазы частью более крупного участка национального парка, находящегося в федеральной собственности. Каковы же на самом деле интересы «Солнечного берега» в отношении этой земли, пока не ясно. К этой территории «Солнечный берег» сейчас не имеет никакого отношения. Целью этого выезда вернуть данную территорию в федеральную собственность. А на данный момент, на наш взгляд, она не обоснованно передана в муниципальные собственности. А кому аффилирована компания «Солнечный берег»? «Солнечный берег» не могу сказать, кому она аффилирована. Между тем, новый федеральный закон дает муниципалитету право распоряжаться государственными землями по назначению. Но пока турбаза «Заволжская» не действует. В каком состоянии территория сейчас проверили представители региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта. Мы выехали, чтобы убедиться, что в действительности на эту территорию может попасть любой гражданин. Мы приехали, чтобы убедиться, что на территории на самом деле соблюдаются все нормы противопожарные, санитарные. Средства тушения имеются, проход в заповедник открыт. Через турбазу проложена дорожка, по которой каждый желающий может пройти вглубь национального парка, хотя охрана здесь присутствует, от вандалов и воров. Природоохранная прокуратура тоже в стране не осталась. Относительно этой территории будут проведены все необходимые проверки. Станет ли эта турбаза зоной отдыха для самарцев, или же суды будут продолжаться, вопрос открыт. Виктория Шарая, Марина Кравцова, Павел Пресняков, События. Благоустройство требует и Самара. В порядок приведут около 3 миллионов квадратных метров придорожных газонов. За их содержание отвечает муниципальное предприятие благоустройства. С каким настроением и с какой техникой современные косари выходят на работу, расскажет Павел Баймаков. Откосить от работы в этом деле не получится. Трава, которая растет с огромной скоростью, заставляет трудиться все лето. За косу приходится браться по 6-7 раз в сезон. Работать, признаются косари, хоть и жарко, но приятно. Запах скошенной на рассвете травы придает сил, да и рабочий инструмент радует. Без особых усилий за несколько минут с помощью газонокосилок и триммеров набираются целые стога. Легче работать, интересен. Стимул есть к работе. Не вручную. Вроде 21 век. Ситуацию с ростом травы в Самаре постоянно мониторят. Высота травы не должна превышать 20 сантиметров. Одновременно работы ведут порядка 14 бригад МП-благоустройства. Именно они в рамках контракта отвечают за содержание придорожных газонов, площадь которых почти 3 миллиона квадратных метров. Частота газонов тоже в их видении. Предприятие, оно в принципе осуществляет работу по содержанию автомобильной дороги, включая газоны. В рамках этого оно же осуществляет сборку случайного мусора по газонам. И как мера, то есть, что покос травы позволяет выявить мусор, который не видно, и собирать. То есть, все делается в комплексе. Не только косится газон. Одновременно собирается весь мусор, который под травой был обнаружен. Жители города старания косарей оценивают по заслугам. По их словам, город становится чище. Город становится чище. Приятно смотреть. То, что люди, правда, работают, стараются, убирают. Покос травы в Самаре ведется с мая по сентябрь. Работы будут вестись во всех районах города. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Как стать профессиональным горожанином? И когда в областной столице реализуется проект «Уютный дворик»? Эти и другие вопросы обсудили на общественной конференции комплексные подходы к благоустройству городских территорий. Создать зеленый каркас города, вымастить площади и тротуары плиткой, оборудовать остановки защитными павильонами, благоустроить дворы. С такими предложениями выступили участники конференции. Многое из предложенного в областной столице уже реализуется. Количество зеленых насаждений увеличилось в разы. Высаживаются целые аллеи молодых деревьев. Улицы города украсили большие вазоны с цветами. В следующем году их станет еще больше. Уже четыре года в Самаре реализуется программа «Двор, в котором мы живем». Проекты согласовываются с жителями. Участники конференции предложили внести дополнение в перечень возможных работ. Грамотная планировка тротуаров и внутридворовых проездов с учетом обеспечения возможности доступа спецмашин. Это одна из болевых точек. Заставленные машинами дворы не дают возможности проехать ни скорой помощи, ни пожарным, ни мусороуборочным. Строительство предлагаем высоких бордюров во дворах для предотвращения заезда автомашин на тротуары. Улучшить жизнь в городе невозможно без участия инициативных самарцев. Активные жители уже вносят свою лепту, оценивают качество ремонта дорог и тротуаров. Теперь решить проблемы конкретной территории будет проще. В городе меняется система местного самоуправления. Осенью в каждом районе Самары выберут членов районных советов, которые будут представлять их интересы во власти. Важно, чтобы во власть пришли люди, не думающие о своем интересе коммерческом, а люди, которые бы умели держать ответ перед своим трудовым коллективом, пред предприятием, предообщественной организацией, которые думали о развитии территории, от которой они избраны. Участники конференции предложили активнее вовлекать горожан в комиссии, контролирующие работу управляющих компаний. В планах благотворительного фонда «Красивый город» создать в областной столице общественную организацию, которая будет помогать самарцам решать проблемные вопросы, связанные с системой ЖКХ. В том числе в случаях судебных разбирательств. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Памятники архитектуры нужно не только охранять, но и приспосабливать к городской жизни. В Самаре более 300 зданий историко-культурного наследия. Среди них не только здания, уже находящиеся на реставрации, но и те, что, по мнению экспертов, необходимо включить в федеральную программу. О реставрации объектов, которые будут восстановлены к 2018 году, говорили на совещании историческая память. Подробнее в нашем сюжете. На восстановление крепости, найденной на Хлебной площади, необходимы частные инвестиции. Напомним, во время раскопок обнаружились остатки сооружений Самарской крепости, возведенной в 1706 году. Ранее о ее существовании было известно только по историческим документам. Теперь у специалистов появились наглядные свидетельства. Архитекторы уже предлагают проекты, как законсервировать уникальную находку и сделать ее достоянием всех самарцев. Получается так, что мы накрываем реальный раскопанный архитфакт, накрываем направлением таким стеклянным павильоном и восстанавливаем ров внутри. То есть получается так, что вот этот вот пол, он внутри павильона в срезке, видно в срезку, как продолжается конструкция установлена. Вторую жизнь обретет отделение почтовой связи на Молодогвардейской, 144. Этот дом построил купец Иванов 120 лет назад. В планах открыть здесь почтовые ретро-отделения. Служащих переодеть в форму XIX века, воссоздать интерьер того времени, использовать старинные письменные принадлежности. Вокруг здания обустроить булыжную мостовую. Деньги на этот проект выделяет Почта России. Задача в том, чтобы максимально все федеральные ведомства, имеющие на нашей территории объекты культурного наследия, участвовали в их софинансировании и восстановлении. На территории города более 300 памятников историко-культурного наследия. Сейчас большее внимание федеральным объектам, но и муниципальные тоже приводят в порядок. Многие предприятия города уже изъявили желание финансировать реконструкцию старинных домов. Александр Хинштейн отметил, в этом деле важна консолидация уровней власти. Тогда городские памятники будут приведены в порядок к 2018 году. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Обратите внимание, наш телеканал расширяет зону своего вещания. Настройте «Самара ГИС» в кабельной и цифровой сети «Волга Газ Телеком». Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттере, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. А на этом все городские новости. Переходим к новостям на экономике. Не прощаюсь. Дайте мне хорошую политику, и я дам вам хорошие финансы. Почти по Архимеду. И почти работает. Как известно, хорошую политику найти практически невозможно. Тем не менее, Банк России считает невозможным повторение финансового кризиса 2014 года. На эту тему регулятор опубликовал доклад о финансовой стабильности. Регулятор полагает, что накопил достаточно ресурсов, чтобы противостоять основным экономическим шокам извне. Даже в случае крайне негативного сценария, к примеру, резкого падения цен на нефть или отток капитала, у Банка России имеется широкий арсенал инструментов, чтобы обеспечить устойчивость финансового сектора. Все хорошо, но, как известно, финансы – ничто без промышленности, которой пока нет. А Центробанк, понятное дело, промышленностью не занимается. Из-за кризиса средний класс теряет свою роль двигателя российской экономики. Такой неутешительный вывод содержится в отчете PwC. Основу исследования составил опрос трех тысяч россиян. Абсолютное большинство из них за последний год столкнулось с сокращением своей покупательной способности. У третья опрошенных доходы сократились не только в реальном, но и в номинальном выражении. Прирост заработка, сопоставимый с динамикой инфляции, произошел только у 5% респондентов. Самое сильное сокращение номинальных доходов произошло в средних городах. Наименьшее сокращение зафиксировано в Москве и в небольших городах. Это, кстати, еще один краеугольный камень экономики, о котором часто забывают. Товар есть, но кто же его купит, если денег нет? Российский турпоток в Испанию сократился на 30%. С января по май этого года страну посетило 242 тысячи российских туристов. В то время как общее количество посетивших страну на Пиренейском полуострове выросло на 5% и составило 22,5 миллиона человек. Чаще всего Испанию посещали туристы из Великобритании. На втором месте Франция замыкает тройку лидеров Германия. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1661 пункт. Среди лидеров роста акции НМТП, Башнефти, Алроса, Распадской и Газпрома. Аутсайдеры – НЛ Россия, ОГК-2, ТГК-1, Уралкали и Русгидро. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Инвесторы на мировых площадках по-прежнему следят за развитием греческой истории. Четвертый день подряд фондовые рынки Европы закрылись в плюсе. Американские индексы в зеленой зоне. Курс доллара на 24 июня – 54 рубля 20 копеек. Курс евро – 61 рубля 5 копеек. Золото стоит 2062 рубля за грамм. Серебро стоит 27 рублей 82 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 64 доллара 65 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Самарские новости спорта Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Военные летчики остаются играть в российской хоккейной лиге. Премьер-лига готова к началу чемпионат России по футболу. Самарские легкоатлеты – призеры первенства России. В Саранске Мордовия прошло первенство России по легкой атлетике. 520-летних спортсменов вбились за право подняться на пьедестал почета. В итоге самарцы завоевали пять медалей. Бронза в эстафете 4 по 100. Еще два третьих места у Андрея Садовникова в метании копья – 65 метров 30 сантиметров. И в тройном прыжке Владислав Полубояров улетел почти на 16,5 метров. Чемпионами России стали в прыжках в высоту Вадим Врублевский с личным рекордом – 226 сантиметров. И Анастасия Николаева пробежала 100 метровку с барьерами за 13 с небольшим секунд. Золотые легкоатлеты поедут в июле на молодежный чемпионат Европы. Крылья Совета в Премьер-лиге начнут сезон в гостях у Махачкалинского Анжи – основного соперника прошлого сезона в Футбольной национальной лиге. Старт намечен на 20 числа июля. Первые домашние игры Крылья проведут с грандами российского футбола – московскими ЦСКА и Спартаком. Финиш чемпионата страны намечен на май. Весной советы дома встречаются с Казанским Рубином и с Махачкалинским Анжи. Хоккеисты ЦСКА ВВС остаются играть в российской хоккейной лиге. Хотя в июне самарский клуб при поддержке областного Минспорта пытался прописаться в высшей хоккейной лиге. Однако специальная комиссия вышки после командировки в Самару и осмотра ледовой арены пришла к выводу, что спортсооружение не соответствует практически ни одному требованию лиги. Теперь надо дождаться масштабной реконструкции Дворца спорта, которую нужно сделать с учетом требований ВХЛ. После ее завершения клуб сможет подать заявку на вступление в лигу, заявил областной министр спорта Дмитрий Шляхтин. До сентября, то есть до начала этого сезона, нереально провести модернизацию Дворца спорта, чтобы он соответствовал регламенту чемпионата, добавил глава ведомства. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Продолжение следует... Продолжение следует...